И сегодня я тебе расскажу о том, как правильно принимать гейнер Так, с чего же начать-то, а? Гейнера много не бывает Как правило, гейнер это не как правило, а вообще считается и не считается, в принципе Короче, гейнер это лишь добавка к твоему пищевому рациону, ну как и все остальные добавки Основная задача гейнера повысить калорийность твоего рациона То есть 8000 калорий физически съесть очень трудно, поэтому стоит прибегнуть к помощи гейнера Его выпить легко, то есть его разбавил, выпил и все дела Как его принимать? Ну, вообще принимать гейнер можно по 50 грамм смеси 3-4 раза в день 50 грамм это приблизительно где-то 2 столовые ложки Ну, плюс-минус, там 40-50 грамм, 2 столовые ложки получается, 1 порция Вот, но чем больше гейнера, тем лучше, как я уже сказал ранее, мало его не бывает Вот, поэтому стоит употреблять его и побольше Допустим, производители пишут вообще там порция 330 грамм, 220 грамм, там 1 порция всего, что-то за раз Вот, а все там мне в основном задают вопросы, плачутся, экономят, как же так много, ты что, сколько же денег надо тратить на этот гейнер Если у тебя нет денег на гейнер, нефиг его вообще покупать Вот, так что на первом месте у тебя должно быть нормальное питание, обычные углеводы Сложные, мяско, все дела, овощи, фрукты Вот, самым основным углеводом у тебя должен быть рис Риса должно быть очень много, кстати, это качественные углеводы, медленные, плюс к тому же Вот, их надо кушать очень много Причем на массе кушать можно с подливкой, там, с мясной, еще чем-нибудь Вот, чтобы приправиться, как вкусно, чтобы было Вот, ну и к своему рациону уже, если у тебя есть лишние финансы, там, еще что-нибудь Добавляешь гейнер Гейнер как раз к этой всей балабурде, кстати Потому что очень много калорий, как я уже сказал, есть сложно Живот не выдерживает такого количества Вот, к этому, кстати, нужно еще добавлять панкреатин, чтобы пищевые ферменты были Потому что, когда очень много ешь, пищевых ферментов не хватает И плохо переваривается пища, поэтому надо добавлять еще панкреатин Вот Так что, так что И гейнер, кстати, как я уже сказал, 3-4 раза в день по 50 грамм Пить нужно каждый день, независимо от того, на тренировке ты или не на тренировке Без разницы Можно, допустим, тренировочный день пить так Встал утром, после еды выпил порцию гейнера, потом перед тренировкой, после тренировки и на ночь В остальные же дни пьешь его утром и в промежутках между едой Ну и тоже на ночь можешь выпить Вот такая вот немудреная схема приема гейнера Так что, если те будут навязывать какие-то схемы, какие-то гейнеры для хардгейнеров Еще для кого-то, для шмуляторов, муляторов, блин, какие-то там чудо эти самые Нету никаких чудо-схем для всех одной, блин, одна схема На всех, короче Главное дело, это калорийность То есть, от того, что там будешь мудрить с гейнером, с порциями, там, 2 грамма высчитывать на килограмм веса Там, в какие-то фазу, блин, фазу луны ловить, там, чтобы там выпить Еще что-нибудь по секундам там рассчитывать Это все фигня Самое главное, чтобы ты в течение дня потреблял достаточное количество калорий И с гейнером тоже Вот такие вот простые советы Так что, если тебе понравилось видео, ставь лайк и подписывайся на канал Пока!